здравствуйте дорогие друзья сегодняшним ранним утром я направился чтобы обойти несколько озер хочу посмотреть может какие-нибудь водоплавающие начинают скапливаться на них перед отлетом утки чонги и лебеди сегодня видимо ночью был заморозок потому что на траве и ней образовался а над полем поднимается туман а небо сегодня я думаю будет чистым облака почти что разошлись спускаюсь в низину и погружаюсь в туман я думаю тут туман развеется когда солнце повыше зайдет решил подойти к первому из озер как это смотрится когда над водой стелется густой туман а а Я вышел на открытое пространство Я думаю, пока я до озера дойду, туман еще немножко уменьшится Подхожу к озеру и услышал голос молодого Урагуса Жалко, что он пониже не спустился Среди веточек за листиками прятался Так что я даже одного кадра не сделал Но в этой местности я и в прошлом году снимал осенью Урагуса Поэтому думаю, еще смогу подобраться к нему поближе Пока еще не увидел водную поверхность И есть ли там птицы Сейчас обхожу озеро и подойду уже к нему с того места, где там есть подъезд Сюда регулярно рыбаки наведываются Так что дорогу накатали уже Продолжая обходить озеро, заметил на дереве снова молодую особь Урагуса По-быстрому включил на телефоне голос, чтобы удержать птицу примерно на этом месте И потом появились еще три молодых и один взрослый, который уже окрашен в розовый цвет Так что начало положено Хорошие кадры сегодня уже есть Кроме того, шел пока сюда, до этого озера Снимал также пейзажи Но у меня широкоугольного объектива нет Для фотоаппарата Поэтому снимал на смартфон Но после последующей обработки, я думаю, тоже получится неплохо Также пеночка здесь мелькнула И пару ополовников Но ополовники на открытую местность не садились В основном за веточками Поэтому, наверное, кадры такие не очень четкие получатся Субтитры делал DimaTorzok На этом озере, кроме трех рыбаков на лодках Никого больше нет Сейчас загляну на соседнее озеро Субтитры делал DimaTorzok Не видно ни одной водоплавающей птицы Может быть, я еще рано сюда пришел И лебеди еще не покинули своих мест гнездования И не начали собираться для перелета Ну и не жалею, что сюда пришел Такой красотой полюбоваться, постоять Тоже приятно Сейчас пойду в обратном направлении Также вдоль этого озера буду проходить И постараюсь тоже птиц мелких поснимать Может, снова урагусы подлетят Всегда есть шанс сфотографировать еще лучше Подойти к озеру Только в другой части берега Может, отсюда красивый пейзаж получится Тоже поснимать В том году вода меньше ушла Поэтому до того места, куда я раньше мог дойти в ботинках Сейчас пройти не получится В этом году вода меньше ушла Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Когда я включал голос урагуса на телефоне, чтобы подманить этих птичек Подлетали тоже несколько пеночек Может быть, песня как-то созвучно Или они здесь живут в одной местности Поэтому их тоже привлекает этот голос Пеночек было 4 или 3 Но они очень подвижны На видео их снимать очень сложно Долго не сидят на одной веточке Все время в движении, в поисках корма Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас включил голос малиновки Потому что видел, что она подлетала Но долго не задержалась Ее другая птичка прогнала Я даже одного кадра сделать не успел Семенами растений Также взрослый урагус пытается Субтитры сделал DimaTorzok В очередной раз включил голос Зарянки Снова подлетала Но за ветками сидела Хороших кадров нет Может быть, этот голос привлек двух ополовников Они как раз поближе подлетели Кстати, они тоже как голосок тонкий издают Пик-пик-пик Сейчас по кустам прыгают Но стайка небольшая Сейчас я вижу двух Может быть, еще где-то есть Отличное место Много поснимал здесь Надеюсь, вам тоже понравились эти снимки Сейчас хочу пройти до того озера Где у нас гнездятся Лебеди Пара лебедей И восемь их птенцов Были попытки Поснимать этих птиц В последнее время Но они не венчались успехом Потому что Видимо, птицы были где-то в заводе Может, сегодня получится дождаться Что лебеди Выплывут со своими Подросшими птенцами На основную часть озера Где я их могу увидеть и поснимать Подхожу к очередному озеру К этому моменту я уже прошел Более 10 километров Начиная, если считать, от дома Время Приближается к половине 12 Уже хочется есть На этом озере Птиц не видно И боюсь, что близко подойти к нему Тоже не смогу Здесь Вода высокая стоит И в камышах есть опасность Просто не увидеть Где твердая почва И оступиться Нога уйдет в воду Ну и с этого места Видно, что Птиц на воде нет Сейчас обойду это озеро Там будет еще одно маленькое Там присяду и поем Потому что Тянуть уже смысла нет Зачем себе лишать Удовольствия Поесть на природе На свежем воздухе Аппетит Как видите у меня Очень хороший И на этом водоеме Никого нет Даже цапель Может к этому времени Они уже Улетают Поляна довольно хорошо Просматривается Она выкашена Присяду Наверное Здесь где-нибудь И пообеду В высокой траве Садиться не буду На обед Потому что Клещей много Только что Одного уже Со своих брюк снял Перед сегодняшним выходом На природу забыл Обработать одежду От клещей Поэтому сегодня Нужно быть вдвойне Внимательным На тех деревцах Овсянка подлетела Сидит Вот она полетела Снимать не стал Далеко сидела Очень крупный кузнечик Я думаю Это самка Проходя около этих деревьев Услышал голос Голос птицы Но не сразу понял Кто это был Пока Вот с той стороны Не взлетела сойка Сойки Они такие Пересмешники Могут изображать Различные голоса И здесь Был голос Похожий на Голос котенка Вот здесь Небольшой водоем Заметил Что там Утки сидят И взлетела Целая стая Сейчас еще Оставшиеся две Улетают Тем временем Я приближаюсь К озеру Где Хочу понаблюдать За лебедями Если Они выплывут А это та поляна На которой я Снимал косулю С ее детенышем Но сейчас Время Час дня В это время Вряд ли косули Будут на открытую Поляну выходить Скорее всего Где-то пасутся Среди зарослей Стая Уток делает Еще один круг Подошел к озеру Смог рассмотреть Около другого берега Там Держится Несколько молодых Лебедей серых Белые Может быть Чуть-чуть дальше Их не видно Придется разуваться И идти Ближе к берегу Потому что Вот уже В двух шагах Вода А отсюда Снимать невозможно Вот они Выплывают Смотрите Крыли уже Снизу Белые У них Стали Пятый Шестой Седьмой И восьмой Все целы Родителей пока только не видно Если смотреть на лебедей Невооруженного взглядом То Этих серых Молодых лебедей Практически не видно А взрослые Так и не выплыли Прошло уже полчаса Продолжение следует... Как по команде Все лебеди Перестали кушать И поплыли В заросли Тростника Может быть Родители каким-то образом Их позвали Не просто на другом Конце озера Их не слышно Продолжение следует... 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 но в этот раз уже вижу родители тоже вместе с ними не зря полтора часа сидел и 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 не зря полтора часа сидел очень похожа была на урок полетов полетов. Лебеди немножко отплыли от берега, развернулись лицом к ветру и сделали пробежку, так чтобы ветер подхватывал их и помогал подняться. Вот уже полчаса лебеди кормятся около другой заводи, но ничего интересного не происходит. Они все так же далеко, как в самом начале, когда только выплыли из камышей. Поэтому, наверное, я тоже пойду. По крайней мере, я убедился, что со всеми птенцами все хорошо, учатся летать. Скоро начнут миграцию на юг. Это здорово. Можно сказать, с самого их появления я за ними наблюдаю. С тех пор, как они были совсем маленькие и пушистые. Сейчас мне предстоит выбираться с этого островка, где я приноровился сидеть. А это значит снова лезть в холодную воду. Я думаю, не зря принял водные процедуры. Стоило того. Вот. Вот. Вода просто ледяная. Скорее на теплую полянку. На этом, дорогие друзья, буду с вами прощаться. Спасибо, что были со мной на этой прогулке. До новых встреч. Увидимся на канале Фотоохота с Альбертом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.